Где край на плоской земле? А с чего взяли, что существует край земли? Когда мы знакомимся с идеей плоской земли, нам показывают такие картинки. Антарктида – это не континент, а 360 градусов – ледяная стена, которая держит океаны внутри себя. Если мы посмотрим на карту Глиссона, то вверху написано, что она как научна, так и практически верна, и вокруг нее ледяное кольцо. Карта Глиссона – это азимутальная проекция. Такое представление о земле прослеживается аж на тысячу лет вглубь веков, в то время как первый глобус изобрели в 1492 году. То есть землю-шар сделали на основе плоской земли. На самом деле нет доказательств, что за ледяным барьером земля заканчивается. Скорее наоборот, существуют и другие континенты. Ричард Бёрд был военным моряком. В интервью 1954 года говорил, на сегодня мы имеем территорию такого же размера, как США, которая до сего дня не была исследована ни одним человеком. Если смотреть со стороны Латинской Америки в сторону Южного полюса, то за ним находится огромный кусок суши, который не был открыт и исследован человечеством. В начале 20 века на старой буддийской карте, которая была напечатана в 1907 году на газете, видно, что карта не ограничивается континентами, знакомыми нам из школьной программы, А открывает нам большое количество неизвестных земель. Мир, который мы знаем, является лишь малой частью гораздо большего мира. Избранные из определенных времен и мест оставили записи о том, как они выходили во внешний мир.